Правонарушения я собственно не совершала, я находилась во дворе, имею право находиться в любом дворе, да, в любом дворе, как в любом госпитале. Уважаемые граждане, я могу показать только из рук. Вы очень хотели посмотреть в опасном. На Вас купил заявление от жителей квартиры. Подождите, живу мне задетую. От жителей квартиры. Хорошо, отойдите. Попрошу, я полотенце. Что Вы делаете? Почему Вы меня тащите? Дайте объяснение. Относите? Да что за одеждая? По какому поводу? Объясните причину задержания или больше. Где же Вы спрятали? Сейчас, как Вы, 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 Вы. А,ä! Стоп! 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 Цепочку встать, отрезайте. Цепочку встать, отрезайте. Еще двоечки. Тихо, тихо, тихо. Двое еще. Еще двое. Сотрудникам полиции здесь было и ничего не стоило. Задержать бодрявцева и допросить его по делу об отравлении Навального. Но они даже дело возгубить не могут. Видите, у них другие приоритеты возить соболь в автозаки. Тут комфортно куда-то едем. Не знаю, куда они вернутся. На кассиону дежурная часть Кайберов. Алло, здравствуйте. А, в общем-то, у меня к вам сообщение о преступлении имеется. Можете принять? Да, что случилось? Убийство. Что за преступление? Убийство. Убийство? Кого убили? Никого, слава богу, не убили. Ну, пытались. Ну, вы говорите, убийство. Ну, через третью-тридцатую. Я не знаю, что за третью-тридцатую. У вас что, нет юридического образования? Ну, вы говорите, что это третья-тридцатая. Что это такое? Ну, через часть третью статьи 30-й у КРФ. Покушение на преступление. Не знаю, что такое, я не профессионалист. Я понял. Ну, неважно, вы записывайте лучше тогда. Сейчас, минуточку, бумажечку возьму срочку. Да и какую бумажечку у вас же в книге должно быть? У нас регистрироваться на бумажечке. Рапорт такой называется. Вы же все юридически подкованный человек. А, рапортом есть ли? Ну, мне, в принципе, без разницы, как вы это оформите. Там уже ваши дела. Так, сейчас пишу. У нас время сейчас 12.39. Вот, 12.39. Так, по какому адресу и где там покушение на убийство? И кто покушался на кого? Так, 19 августа 2020 года что случилось? Преступная группа в составе. Дальше, дальше, как говорите. Алексей Александрова, Ивана Осипова, Алексея Кривощекова. Ну, подождите, подождите. Вот так диктуете, я же ручку пишу. Ну, да. В составе, давайте, первую фамилию. Алексей Александров. Александров Алексей, да? Константин Кудрявцев. Кудрявцев? Да. Дальше. Михаил Швец. Откуда вы таких всех знаете? Известно вам, что ли? Конечно, их теперь все знают. И последний. Владимир Паняев. Паняев или Паняев? Паняев, через А. Паняев, еще раз имя его. Владимир. Угу, что сделали? Будучи сотрудниками ФСБ России. Стиле покушения, да, на убийство? Да, да. Покушение на убийство. Угу. Выполняя преступные... Ну, они выполняли преступный приказ генерала ФСБ Богданова. И, вероятно... Покушение на убийство кого? Алексея Навального. Политика Алексея Навального. И где это произошло? В городе Томск. В городе Томск? Угу. Ну, да, в принципе, если так по карте посмотреть, на Вокосиной Томск прям рядышком граничит. Слушайте, какие у нас умные полицейские, да? Не, не умные, я просто говорю. Так по картотеке взять, географию взять, со школьных времен вспомнить. А, ну да. Так вы допишите, я ж потом приду, почему я вам-то именно звоню. Тух, ничего страшного, конечно, будут проводить проверки у нас. Ну, вот именно. В городе Томске, да. А каким образом ты хотел? С использованием боевого химического отравляющего оружия. С использованием химического оружия? Запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Пишите номер регистрации. Ага, я еще не закончил. Ну, говорите, говорите. Угу. Считаю, что данная группа выполняла преступные приказы генерала Федеральной службы безопасности России Богданова, а также лично президента России Владимира Путина. А вы для дачи объясняете, потом в отделение полиции-то приедете, заявление писать потом. Так вы меня что, спрашиваете, что ли, будете? Вы ко мне приедете, дверь мне вынесете и заберете меня, если что. Мы? Ну, не вы лично, а вы как полиция. Или кто вы там? Полиция? Да. Думаю, что. Никогда такого не было, да? Не знаю. Это вы, наверное, фильм какой-то смотрели. Ну, да, в плохом кино мы все живем. Ну, наверное, да. Вы, наверное, это вестерн какой-то смотрели. С участием Дэми Муру. Так, ну что, записали там? А, и последнее, почему я вам-то звоню, господи. Вот этот самый один из убийц, Константин Кудрявцев, он как раз-таки и проживает на территории вашего района, по улице Суздальской, в доме 38, корпус 2, квартире 38, на четвертом этаже. Ну, че себе, как вы так среагировали-то? Откуда вы все знаете, а мы не знаем? Почему вы не знаете? Вы просто не хотите знать. Ну, я не знал. Ну, по следопыту посмотрите, я не знаю, чего вы. Мы такую информацию не располагаем. Теперь располагаете, можете себе там палку на погоны повесить, не знаю, можете ехать сразу вот Путина задерживать. Палку? Богданова. Я вижу, вы бывший сотрудник, сам если знаете такие аберриатуры-то. К сожалению. Палка-то. Ну, вот видите, а так похабно общаетесь. Даже, наверное, с своими, как вам говорится, сотрудниками, коллегами. Коллеги, коллеги. Эти вон тоже коллеги, вот которых я перечислил. Че, они нам коллеги, что ли? Человека отравили боевым отрывающим веществом. Нормально, нет? Не знаю. Как коллеги должны были, их же поймали на горяченьком. Пришли бы, как мужики, и написали бы явку с повинной. Всем бы легче было. Так, сотрудники ФСБ, да? Угу. Такими вещами занимаются. Совершили покушение, да, на убийство химическим оружием? Да. Ну, соответственно, действовали умышленно, осознавали противоправность своих действий, предвидели вредные последствия и желали их наступления. А сам Навальный-то, когда Алексей вот напишет заявление-то, у нас он будет писать, нет? Это зачем? Он уже сделал все заявления? Ну, наверное, вам известно, что есть такая у нас... Есть статья 144 УПК, я знаю, и один из видов заявлений, это сообщение в средствах массовой информации. Да, знаете, я вижу очень подкованную статью 144-45, если не знаете, что такое пункт 5. Конечно. Нужно за человек, который в отношении кого было связано уже логично. Он что, не существует? Он напишет нам данное заявление. Вы сообщаете все-таки в отношении его связано. Да, так вы опросите же вы чего? Вы записали адрес убивца-то? Ну, город Томск, как сказали. Адрес этого, Кудрявцево. Суздальская улица, дом 38. Конечно, вашего кассино. Конечно. Тем более, вы же знаете, наверное, да, сегодня людей оттуда забирали. Я лично никого тут не забирал. Ну, вы лично, понятно. Вы лично и никого, может, не убивали. Может, вот это мне нравится. Ладно, я понял. Зарегистрировал ваше заявление, пишите. 175-54. Ага, вы адрес-то мой запишите. Может, меня вызвать потребуется для дачи объяснений. Ну, что тут не все сообщают. Ну, вы спросите, вы же должны спросить, правильно? По 736-ому приказываю. Ну, я уже спрашиваю с ваших коллег, они отказывались. Я не откажусь, почему? Выражались нецензурно. Нецензурно выражались. Я даже вас нахуй не послал. Давай адрес. Что вы? Давайте адрес. Ага, и скажите еще одну вещь. У вас особо Любовь Эдуардовна находится сейчас в отделе? В отделении полиции, да. В дежурной части, в комнате для задержанных с граждан, совершивших правонарушения и преступления у нас не содержится. А какой у нее профессиональный статус сейчас? Я вам не могу пояснить, потому что у меня в дежурной части не находится. Материалов каких-то у меня на нее нет. Ну, то есть она у вас находится, но поясните профессиональный статус ее... У нас подразделение же есть, правильно же, это не только дежурная часть, зла и гречи, у нас тут сидят и дознаватели, и следователи, и прополномоченные, и начальники участковых. А в производстве кого сейчас находится материал по ней? Я же вам еще раз объясню, у меня нет на данную гражданку никаких бумаг. То есть в книге все задержаны, доставлены? То, что все, смотрите, все подкованы, все бумаги, которые находящиеся в дежурной части, гражданина, доставления, задержания, соответственно, это граждание будет находиться у нас. Если у нас этих бумаг нет, соответственно, у нас граждан не находится. То есть правильно я понял, что на данный момент у вас никаких бумаг на нее нет, и гражданин у вас данные не находятся, так? Да у нас всего нет, конечно. У нас там не задержаны. Задержаны, что у нас кто-то садится, грубо говоря, в клетку, ну, по-юридическому, с ПЗЛ. С задержанием у граждан. Я понял. А там у вас сейчас никого нет, да? У нас в такой гражданке нет, да. По ПЗЛ у нас в такой гражданке нет. Да, не могли бы вы мне еще подсказать такой момент. У вас есть телефон начальника или подразделения, кто-нибудь, Аура? Аура? Да, но вы сами, как говорите, бывшие, то я думаю, наверное, сотрудники Аура нет у них телефонов, потому что они проводят такие урэи, они работают с контингентом таким, да? Ну, я понимаю, но вдруг, может, есть у вас... У них есть личный телефон, на который... Нет, личный телефон мы не сообщим. Не личный телефон, а именно в отделе, может, там наверху у вас или где они там сидят? Ну, сейчас у нас начальника Аура нет. Телефончик запишите 701-06-60, но сейчас там никого нет. Время, видите? Ну, я понял, да. 701-06-60. Код, соответственно, 495, да, и у вас или 499? Все верно, да. 495, да? Да, 495-701-06-60. Ну, все, спасибо вам. Конечно, да, до свидания. Вот так вот, друзья, оставили сейчас заявление о преступлении в отдел полиции по району Нового Косино, где уже вот, ну, как по словам дежурного, не находится Любовь Соболь, но вот пока что по информации, которую я обладаю из открытых источников, что Любовь Соболь все-таки находится. В отделении по району Нового Косино, и с ней сейчас проводятся процессуальные действия после того, как она пришла как раз в квартиру к этому самому Кудрявцеву. Ну, вернее, не пришла прям в квартиру, а просто постучалась к нему в дверь. И также задержаны ее соратники, которых задержали вообще где-то поодаль в машине, да, сотрудники уголовного розыска по району Нового Косино. Вот, и сейчас с ними проводятся какие-то процессуальные действия в рамках доследственной проверки по уголовному делу. То есть, все вот так серьезно, нельзя у нас стучать к убийцам в дверь, если они сотрудники ФСБ России. Иначе вас задержат, а в книгу доставленных даже не занесут. То есть, может быть, ее даже там, не знаю, убили или вывезли куда-то в лес. То есть, если в книге доставленных задержанных ее нету, то значит, ну, неизвестен ее процессуальный статус. Как когда меня задерживали, написали, что меня не задерживали, да, несмотря на видео, там, все доказательства, да, того, что ко мне применяли насилие. А не задерживали меня, потому что в книге задержанных меня не значилось. То есть, это то же самое, что можно похитить человека, а потом сказать на допросе, послушайте, в книге похищенных у меня никто не значится, поэтому я никого не похищал. Вот примерно так у нас работает полиция. Ну что, пишите свои комментарии, что думаете по этому поводу. Поставьте обязательно этому видео лайк, распространите это видео. А также подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Всем привет! Только что вышла из ОВД в Новокасино. Они очень долго ломали голову, что же со мной можно сделать, потому что я явно ничего не нарушала. И они сидели прямо страдали. Им понятно, что нужно отчитаться начальству и что-то мне предъявить. А предъявить им буквально нечего. Поэтому они сидели, ходили и не предъявляли мне ничего. При этом меня не выпускали. Окружили меня сотрудниками полиции. Буквально несколько человек всегда находилось вокруг меня. Все эти сотрудники ужасно страдали. Вот так вот хватались за голову. Говорили, боже, у меня смена закончилась в 6 часов. Почему я нахожусь здесь? Я говорю, вы свободны, идите, вольные птицы. Но они продолжали со мной сидеть, меня блокировать. ВВД до сих пор ночью остается мой начальник штаба и сотрудник канала Навальный Лайв у Ольги Ключниковой. Она до сих пор находится там. Ее, видимо, также будет незаконно ночью опрашивать сотрудники МУРа, московского знаменитого уголовного розыска по непонятной абсолютно фигне. Поэтому они дальше будут пытаться нам что-то привязать, навязать. Но мы, конечно, не сдадимся и будем дальше продолжать нашу борьбу против коррупции за прекрасную Россию будущего. Спасибо большое всем, кто переживал, кто поддерживал. Вы молодцы. Молодцы все, кто распространяет видео об отравлении Навального, об людях, которые хотели его убить. Вы помогаете рассказывать правду, доносите ее до миллионов людей, потому что по телевизору об этом никогда не расскажут. Но это очень важно, потому что те же самые сотрудники, которые меня задерживали, они потом очень сильно в коридорах все переживали, что их деяние минимизируют, что их увидит вся страна, что они там засветили свои лица. Они говорят, ну все, теперь там, не знаю, вся Россия нас знает. И на самом деле они очень сильно боятся все. И я представляю, как сильно боятся сейчас люди, которые хотели убить Навального. Они действительно очень боятся, что их всех скрыли, что все знают о их преступлениях, что они живут там в квартирах, о вестфорах, которых знают, что они живут именно здесь. И им не будет покоя, потому что они действительно преступники должны понести уголовное наказание за свою деятельность. Спасибо большое всем за поддержку. Мы обязательно победим. Ничего не бойтесь и не сдавайтесь. Новокосино, дежурная часть. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. А дежурная часть, это меня или фамилия, скажите? Кабиров моя фамилия, оперативный дежурный. Слушать надо, я представился вперед, чем диктофон включать. Нет, диктофон я включил заранее. Ну что вы, как-то недооцениваете меня. Прям как-то верно. Что хотя бы. Да, мы с вами еще общались уже сегодня. Я вот вам делал сообщение о преступлении, ну там, по убийству Навального, помните ли? Возможно. Так что, Кудрявцева-то вы задержали, нет? Нет, конечно. Как нет? Работа-то проплановочная, не переживайте. Ну, он задержан или нет? Просто вот три часа прошло с того момента, как я звонил крайний раз. Про какого Кудрявцева говорите? Про Константина Кудрявцева, который, этот ФСБ-ник, один из участников банды по травмению. Нет, не задержан. У меня его нету в камеру. Очень странно, очень странно. Очень странно. Потому что я же вам сообщил о преступлении, сообщил, где находится человек, который имеет отношение к преступлению. Почему-то нет у вас его в камере. Я вам еще раз поясняю. Вы мне вопросы такие задаете, вот, серьезные, ну, смешные. Я прекрасно понимаю, что вы хотите от него слышать. Я вам поясню следующее. Данная информация передана вышестоящему руководству, которое принимает решение. Хорошо, дальше по другому факту. Соболь, Любовь Эдуардовна, я так понимаю, уже покинула вас, ваш отдел. Скажите, пожалуйста, вот 139-ю статью Уголовного кодекса, в рамках проверки, по которой вы ее, ну, не вы конкретно, а ваши коллеги, я имею в виду, что вы мне опять не говорили, что я опрашивал. В общем, кто вообще это придумал? Кто у вас там такой бред несет? Скажите мне, пожалуйста. У вас какие-то отдельные люди, чтобы придумать, для чего задержать человека есть? Или просто вот вы как-то скопом все, коллективным разумом решаете? Я такие вопросы не решаю, еще раз объясняю. Сдержание и доставление граждан я не занимаюсь. Я содержал граждан в СПЗЛ только в рамках принятого решения непосредственно человеком, который доставил, согласно материалу. То есть находилась она у вас незаконно, получается, несколько часов? Я не знаю почему так решили, это ваше право. Ну как, но она была лишена свободы фактически? Уважаемый, вы от меня все равно не услышите таких громких слов на диктофон, поверьте мне. Не отвлекайтесь, пожалуйста, от работы. Если у вас нет какого-то обращения для регистрации, можно отвлекайтесь, но вы сообщайте, если мы будем работать, не отвлекайтесь, действительно. Хорошо, ладно, Клюшникова Ольга у вас находится еще? Ведите со мной какой-то диалог, я не хочу с вами в полемику в диалог входить. Клюшникова Ольга у вас находится еще? Да, такая гражданка находится у нас. Что вы хотели? Узнать ее процессуальный статус. Адмистративно задержанная. Ага, по какой статье? Ну вы что, адвокат, я по телефону так информацию сообщать не буду. Я не знаю, кто. Я представитель СМИ allrus.news, Сахронов Павел Владимирович. Вы очень молодцы, вы молодцы, вы работаете, вы делаете. Но вы прекрасно понимаете, что такую информацию по телефону мы не передаем. А почему, что вы? Согласно ДСП, приказы в наших внутренних изучить вам надо чуть-чуть. Так вы не можете ограничивать меня в правильную информацию согласно приказам ДСП. Вы адвокат, вы что по ордеру ко мне пришли? Вы зайдите по телефону. Вы представили с кем? Журналист. Все вопросы куда? Куда? В УВД при службу по району Восточного округа. Давайте телефон. Вы меня слышали? Угу. Звоните в интернете, я не знаю. Давайте телефон. Но вы мне обязаны сообщить телефон при службе, чтобы мне это посылать. Службу нужно, может, позвоните и узнать. Службу нужно, может, позвоните и узнать. Службу нужно, может, позвоните и узнать. Иван соединяет напрямую. 112 а у меня сообщение о преступлении к вам подождите сообщение но и сообщите чего это она в полемике хоть я не понимаю мне не интересно сегодня нельзя в полемику с вами сходить потому что нельзя я работал только по происшествия преступления административно правонарушение задать вопрос вообще не учитывая что вот я вам обоих сообщил вы вообще не работаете хорошо у вас у вас там работы с удовольствием остальные там снимать должны по идее внимательно вас слушать внимательно слушайте сегодня давать 22 12 2020 года примерно в 0 часов 50 минут я обратился в дежурную часть у в.д. сообщение о преступлении но вы записываетесь там вы то быстрее о каком преступлении я сообщил о попытке убийства навального и указал на лицо причастное к совершению преступлению которое проживает по адресу относящимся к территории данного воды однако никаких действий по моему сообщению никаких неотложных действий не было принято однако в это же время сотрудники этого же отдела задержали гражданку соболь любовь эдуардовна а также ключникову ольгу при этом одной из них вменяли какой-то якобы административное правонарушение а другой другую опрашивали в порядках процессуальной проверки по статье 139 уголовного кодекса вы можете ближе к сути дела я это не вля не вам не указывать какое мне обращение диктовать адвокат или что я вам не указываю я вам говорю а как ближе к сути что вы ваша задача записывал понимаете сотрудников полиции которые не среагируют на сообщение о преступлении особо тяжко то что не среагируют сотрудники полиции да нет вы дослушайте сначала господи там все интереснее у меня другие другие предположения в связи с данными я в любом доступным способом в себе я в любой любым доступным способом подаю вам причем тут отменено как как можно отменить сообщение о преступлении скажите отменить как и во первых услуг что он говорят что нужно заявление а это что он чай его тяжко вашего не можете написать вы можете просто так звонить и вам делать а может у меня рук нет я не знаю ну вот так может у меня рук нету как вы позвонили тогда послушайте руками с вами разговариваю или как я не знаю но убить его говорит что вы безруковую что если может у вас рук нет у меня рук надо может у вас ругнет в общем вы будете дописывать нет я по ходу вы говорите все больше уверен в своем сообщении в связи с данными странными действиями и не предпринятием очевидных необходимых мер для установления местонахождение имеющего отношения к особо тяжкому преступлению лицу я предполагаю что в отделе полиции по району новокосино сотрудники полиции употребляют запрещенные к обороту на территории российской федерации наркотические средства и вещества а также распространяют их и по данному факту прошу провести проверку вы сообщаете то что сотрудники полиции воды новокосино употреблять наркотические вещества да у меня такое предположение вас предположение так куда да а кто именно откуда я знаю еще вас поименно всех там вы говорите но какие-то сотрудники я не знаю там кто кто там инспекция поличного состава посмотрит я же говорю но смотрите вам сообщают о том что вот человека пытались убить да и убийца живет вот там то там то и если сотрудник полиции по не едет туда то у него есть на это какие-то причины да и при этом он задерживает кого-то другого за административку и впаивает какую-то нарушение неприкосновенности жилища 139 статью которые не пришли к были причинное место понимаете у меня создается такое впечатление что там сотрудники полиции в состоянии наркотического опьянения если они этого не делают либо они действуют по чьему-то указанию либо они получили взятку от кого-то либо у них есть еще какие-то причины так так не делать но вот одна из причин это то что они просто там обдолбались наркотой и просто делают какие-то несуразные вещи вот это одна из причин по моему мнению который может быть наверное бывший врач что видите я настоящий все запишите номер регистрации вашего обращения 175 56 4 часа 20 минут записали да спасибо вы хоть скажите ольгу то ключникову она по арестной статье сидит или нет я же вам еще раз объяснил все никакие но просто 48 часов или три часа то вопрос вопрос только в этом я не на ямочек пояснять больше не буду обиделся но обиделся на суд я не знаю за что вы юридическое подклона прекрасно знать я же еще раз говорю никакие вам провокационные вопросы отвечать не буду на эмоции вы меня не увидите поверьте я зарегистрировал обращение до свидания хорошо проводить проверку не употребляйте наркотики больше ну что это у нас было овд по району новокосином в общем я думаю что либо они наркоманы либо они не хотят ничего делать либо они получили взятку либо они не выполняют свои служебные обязанности должным образом есть у них человек которого сообщают где он живет его имя фамилия пошло он является причастным к убийству к особо тяжкому преступлению к покушению на убийство и они ничего не делают они ничего не делают при этом они задерживают каких-то девушек одну по подозрению в уголовном преступлении не тяжком вообще не тяжком за которые предусмотрено лишение свободы на срок ниже трех лет даже если там самую тяжкую из этой части брать 139 статьи то есть вообще которые там не пришей кобыле причинное место как говорится а вторую задерживают за какое-то административное правонарушение которое явно надумано и при этом с убийством они ничего не делают с покушением на убийство они ничего не делают и вот как тут не заподозрить их в употреблении наркотических средств при этом этот же дежурный мне три часа назад говорил что ой а соболь то любовь не задержана у нас у меня ее нет в качестве задержанной и только когда любовь соболя освободилась буквально вот не знаю там час назад или полтора она рассказала что ее получается опрашивали в этом отделе что она действительно в тот момент когда я звонил находилась в этом отделе то есть дежурный мне либо мне врал либо он не был не осведомлен о действиях оперуполномоченных у которых незаконно находился человек то есть только два варианта но в общем это полный беспредел пишите что думаете об этом в комментариях поставьте этому видео лайк подпишитесь на канал и нажмите колокольчик